В эфире новости. Меня зовут Евгения Смоленкова. Здравствуйте. Прямо сейчас я и мои коллеги подведем итоги уходящей недели. Качественная медицинская помощь. На Нижнекамск-Нефтехиме открылся модернизированный здравпункт. Голосование по поправкам в Конституцию в Татарстане пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Нижнекамцы возвращаются к привычной жизни. В городе начали работать летние террасы. Нижнекамск-Нефтехим передал в Олимпийский комитет России средства индивидуальной защиты. В начале уже привычно статистика. За последние сутки в Нижнекамском районе новых случаев коронавируса не зафиксировано. В Татарстане же сегодня выявлено 36 заболевших COVID-19. Один случай завозной, остальные контактные. 15 человек госпитализировано, 21 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания. Эта неделя оказалась насыщенной событиями. Во вторник руководители Нижнекамск-Нефтехима по видеосвязи приняли участие в торжественном вручении многотысячной партии медицинских масок Олимпийскому комитету России. Средства защиты, подаренные Нижнекамск-Нефтехимом, раздадут спортсменам, которые со дня на день начнут свои тренировки. Само мероприятие состоялось в Москве. Там побывала и наша съемочная группа. Подробный сюжет смотрите прямо сейчас. Груз благополучно прибыл в столицу нашей страны. 25 белоснежных коробок ждут распаковки. Эти маски предназначены для спортсменов, у которых совсем скоро стартует тренировочный процесс. Накануне в инновационном центре Олимпийского комитета России состоялась церемония дарения защитных масок от Нижнекамск-Нефтехима Общероссийским спортивным федерациям по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр. По видеосвязи из Нижнекамска в мероприятии участвовали руководители нефтехимического гиганта. Поскольку в сложный период находятся и, к счастью, очень много у нас в стране физических лиц, компаний, которые понимают свою социальную ответственность. В сложнейшие периоды подставляют плечо помощи и поддержки. Когда под имени Федерацию Федерации России, я хотел бы выразить огромную благодарность компании за то, что они поддерживают российский спорт, поддерживают Федерацию Федерации России, обеспечивают нам безопасность, нам и наших спортсменов. Это сложные времена для всего мира. Уже с 1 августа спортсмены начнут готовиться к Олимпийским играм, которые состоятся в Токио в 2021 году. Тренировки будут проходить с учетом правил в медицинских масках. Имя будущих чемпионов обеспечил Нижнекамск нефтехим. Подобные маски, наверное, дадут возможность организовать полноценный процесс, когда наши спортсмены смогут восстановиться. Как раз те организаторы, которые будут осуществлять тренировочный процесс, они в этих масках нуждаются. Напомним, в апреле этого года Нижнекамск нефтехим закупил линию по производству медицинских масок. Их выпуск был налажен на дочернем предприятии «Полиматиз». Собственное производство помогло в кратчайшие сроки решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты не только для своих работников, но и дало возможность обеспечить масками всех нуждающихся. В период активной фазы пандемии Нижнекамск нефтехим одними из первых приобрел оборудование и начал выпускать защитные средства от коронавируса. Различные костюмы, защитные маски. И мы стали обращаться на это предприятие, чтобы оказать помощь в обеспечении масками тех, кто в них очень нуждается. Наши предложения поддержали и выделили 30 тысяч масок для обеспечения всех олимпийских сборных команд России. Это более 50 видов спорта. Без спорта никуда, так и в акционерном обществе. Ни для кого не секрет, что группа компаний «Таиф» и Нижнекамск нефтехим имеют к спорту непосредственные отношения. Компания поддерживает футбольные и хоккейные команды, детские и юношеские школы и академии, ледовые арены, стадионы, бассейны, большое количество секций, в том числе по борьбе с самбо и художественной гимнастике. Мы имеем самое прямое, яркое понимание, что такое спорт и как тяжело сегодня после такого перерыва будет спортсменам, особенно профессиональным спортсменам, выходить и набирать свою спортивную форму. Группа компаний «Таиф» и Нижнекамск нефтехим в частности решили поддержать наших российских спортсменов, чтобы они имели возможность начать или продолжить тренировочный процесс для того, чтобы набрать как можно быстрее спортивную форму и показать как можно лучшие результаты. Кстати, уже в сентябре этого года в Казани пройдут первые в истории игры стран СНГ. Соревнования по 19 видам спорта проведут на 11 объектах столицы Татарстана. Айслух Афизова, Власимагин, НМИДИА Сегодня вся страна готовится к важнейшему политическому событию – общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Состоится оно 1 июля. Впереди еще сентябрьские выборные кампании различного уровня. Насколько страна, республика и Нижнекамск в частности готовы к проведению столь масштабного мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции? И какие нововведения с учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил ожидают нижнекамцев в этом году? Узнаете из нашего следующего материала. Наша конституция. Наше решение. До дня ИКС осталось немногим больше недели. В Нижнекамске, впрочем, как и на территории всей республики, была проделана колоссальная работа по подготовке к предстоящему голосованию. Точнее, по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил в условиях распространения коронавируса. Особо пристальное внимание уделяется избеганию большого скопления людей. Если обычно на одном избирательном участке голосует порядка 700 человек, то теперь пропускная способность достигнет не более 8-12 человек в час. Это стало возможным благодаря тому, что отдать свой голос можно будет и до дня голосования с 25 по 30 июня. Мы постараемся сделать все, чтобы обеспечить голосование, сделать его безопасным для участников и, самое главное, доступным и удобным. Не последнее место в организации голосования занимает и обработка помещений специальными средствами. В залах также будут располагаться особые дезинфекционные коврики и места для обработки рук. Все члены избирательной комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Нами и Республикой Татарстан организовано будет централизовано тестирование на COVID-19 всех членов участковой избирательной комиссии. На момент старта голосования все члены участковых избирательных комиссий будут протестированы на коронавирус. Отдать свой голос можно будет и дистанционно при помощи системы электронного голосования или бесконтактного, не выходя из дома. При каждой участковой избирательной комиссии создается группа из двух человек, которая будет оснащена специальным переносным ящиком. Предполагается, что герметично запечатанный пакет, в котором будет находиться бюллетень представителей избиркома, будут вешать на дверную ручку, звонить в дверь, отходить на безопасное расстояние, пока гражданин дома не заполнит бюллетень и не бросит его в специальный ящик. В квартиру сотрудники проходить не будут. Конституция – это главный нормативный правовой акт нашей страны. Она обладает высшей юридической силой и является базой для всего законодательства России. Последний раз голосование по ее изменению проходило 27 лет назад. Руководствуясь именно этой Конституцией, мы живем сегодня. Что же касается новых поправок, то их немало. Вот одна из них. Статья 72, пункт «Ж» касается качественной медицинской помощи и сохранения здоровья населения. В новой редакции она звучит так. В совместном введении Российской Федерации и субъектов страны находится координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, социальная защита, включая социальное обеспечение. Кроме того, в статью 72 добавлен и новый пункт «Ж1», направлен он на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, защиту института брака, как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Теперь к другой теме. В преддверии празднования Дня медицинского работника, руководством Нижнекамск-Нефтехима в лице помощника генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Далатказиной и молодежного актива компании была организована торжественная встреча в центральной больнице города Нижнекамска. Слова благодарности и поздравлений звучали в адрес тех, кто сейчас стоит на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Желаем каждому из вас, каждому работнику здравоохранения добра, благополучия, семейного тепла, чтобы все в жизни получалось так, как задумали, в ней расширно расширить. Спасибо. Не менее приятным поводом праздничной встречи стала передача защитных масок в количестве 31 тысячи. Руководство больницы высоко оценило такой вклад и поблагодарило за помощь и поддержку в такое непростое время. Конечно, если бы не было такой серьезный запах, мы не смогли бы ни купить, ни приобрести столько, потому что огромные средства уходят на то, чтобы достаточно четко подойти к вопросу защиты. Поэтому любой вопрос, который мы поднимаем, очень серьезно, очень быстро воспринимается и решается. На этом марафон добрых дел не закончился. Сразу после этого молодежный актив Нижнекамск-Нефтехима отправился в Нижнекамский роддом, где также были вручены защитные маски в количестве 2000 штук. Также в преддверии Дня медицинского работника на рекламных счетах в Нижнекамске появились баннеры с портретами сотрудников госпиталя, в котором проходит лечение пациента с коронавирусной инфекцией. Врачи, медсестры, санитарки, дезинфекторы – все они сейчас на передовой спасают жизни людей. Теперь нижнекамцы будут знать в лицо тех, кто выполняет свой долг в непростых и опасных условиях. Еще одно важное событие произошло сегодня в преддверии Дня медика. После капитального ремонта своей двери для пациентов открыл обновленный здравпункт, расположенный в административном здании завода СПС Нижнекамск-Нефтехима. Это событие стало своеобразным подарком к профессиональному празднику для персонала учреждения и работников подразделения. В торжественной церемонии открытия здравпункта принял участие и генеральный директор компании Айрат Сафин. На Нижнекамск-Нефтехиме уделяется большое внимание профилактической и лечебно-оздоровительной работе, а также повышению качества жизни работников акционерного общества. В преддверии праздника Дня медицинского работника мы с гордостью и с радостью открываем сегодня обновленный здравпункт. У нас была начата большая программа, 17 здравпунктов. Мы в прошлом году отремонтировали 6, в этом году 11. На сегодняшний день это первый в этом году. Мы надеемся с помощью нашего подрядчика «Капиталстрой» все здравпункты сдать своевременно, в должном качестве. Генеральный директор поздравил медицинский персонал с профессиональным праздником, выразил слова признательности за их труд и вручил подарочный сертификат на 6600 комплектов защитной медицинской одежды главному врачу поликлиники номер один. Открытие сегодняшнего здравпункта, оно подтверждение того, что работа наша продолжается, она непрерывна, что мы развиваемся и продолжаем движение вперед. Медицинский центр «Сагас» гордится тем, что у него есть такой партнер, надежный и сильный партнер, как «Мирикам с Невтихим». Мы желаем вам всех больших успехов. Вы делаете большое дело для города, для страны, для республики. А мы будем всегда рядом для того, чтобы у ваших сотрудников были силы и здоровье для покорения новых высших. Поздравления с предстоящим праздником в адрес медицинских работников прозвучали и от представителей главного офиса акционерного общества «Сагас», а также ООО «Сагас» профмедицины НК во время видеоконференц-связи. На самом деле я хочу пожелать вам, чтобы в вашей компании никто не болел, чтобы все были здоровы, здоровы были, здоровы ваши семьи и ваши близкие. Мы от всей души поздравляем вас с этим знаменательным днем и праздником. Желаем процветания компании «Мирикам с Невтихим» и всему бизнесу группы компании «Таэ». Торжественно разрезав ленточку, Айрат Сафин и главный врач поликлиники Зиля Хисматова осмотрели обновленное помещение здравпункта. Присутствующие побывали в процедурной комнате, кабинете оказания доврачебной помощи, а также в помещениях для медицинского персонала и хранения инвентаря. Особое внимание уделили кабинету физиотерапии, для которого было закуплено новое медицинское оборудование. Аппарат магнитно-лазерной терапии, аппарат УЗТ, ингалятор, терапевтический аппарат, ультрафиолетовый облучатель с тубусами для миндалин и носа. Всего же в рамках развития промышленной медицины Нижнекамск-Невтихимом на закупку нового современного оборудования для здравпунктов было потрачено более 3,5 миллионов рублей. Юлия Брумистрова, Марина Чернышкова, НМедиа. На днях в рамках взаимодействия с населением Нижнекамск-Невтихим принимал гостей. На стройплощадке нового строящегося этиленового комплекса побывали главы сельских поселений Нижнекамского и Тукаевского районов. Что посмотрели гости и какие впечатления остались после экскурсии? Материали нашего корреспондента. Водный инструктаж по технике безопасности, получение пропуска и добро пожаловать на территорию Нижнекамск-Невтихима. На экскурсию на новый этиленовый комплекс приехали пять руководителей сельских поселений Нижнекамского и Тукаевского районов. Их встречали директор строящегося этиленового комплекса Ленар Нагимулина и помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Далатказина. После знакомства гостей пригласили в административное здание, где расположен макет нового комплекса. Директор завода подробно рассказал, что и где будет расположено, а также о ходе работ на строительной площадке. Далее гости поднялись на смотровую площадку, которая находится на крыше. Отсюда посетители смогли увидеть весь происходящий на данный момент процесс. Новый комплекс будет использовать новейшие передовые технологии в области переработки углеводородного сырья, что обеспечит надежность, безопасность и эффективность проекта. Предусмотрены и собственные локально-очистные сооружения. Образующиеся в ходе технологического процесса сточные воды будут очищаться на локально-очистной установке и возвращаться в процесс, таким образом, минимизируя воздействие на окружающую среду и снижая потребление осветленной речной воды из реки Камы. Подача сырья будет в 1 июня ориентированной. Сейчас на строительной площадке мобилизовано более 850 человек и 147 единиц строительной техники. В настоящий момент ведутся работы по разработке котлованов, устройству ограждения комплекса, временных дорог и освещения, а также погружению свай и бетонированию фундаментов. На площадку постепенно доставляется и основное технологическое оборудование. В навигационный период с июня по сентябрь 2020 года на Нижнекамск-Нефтехим будет доставлено 264 единицы оборудования. В настоящее время проведено 50% разработки котлована, примерно столько же проведено фундаментных работ, и уже параллельно с этим завозится крупнотоннажное оборудование. В настоящее время на базе СВХ, это временное хранение, размещены две колонны для проведения таможенной очистки, после чего они будут установлены на фундамент, готовые для этого. Новый этиленовый комплекс – один из главных стратегических проектов компании, который положительно отразится на социально-экономическом развитии города и республики. Здесь будет создано 600 новых рабочих мест, увеличится объем налоговых поступлений в бюджет города и республики. На все интересующие вопросы гости получили ответы из первых уст. Цель приезда, конечно, очень притягательная, она заинтересовала. Прямо с первого приглашения очень довольны остались тем, что увиденным. Действительно серьезное предприятие. Но тут, безусловно, внушает огромное доверие. То, что здесь все на этих площадях, все аккуратно, все компактно, все хорошо. С просьбой о помощи в редакцию нашей службы новостей обратились многодетные семьи, проживающие в Камских полянах. Люди жалуются, что годами не могут получить положенную им землю. По словам комполянцев, многочисленные обращения в местную администрацию результатов не принесли. Администрация Камских полян каждый раз кормит обещаниями, что выдадим, выдадим и никак не могут выдать нам. Руководство следует, что нет земли у них, земля в аренде. И то, что не могут они нам выделить участков, то у них средств нету, то с расширения границ идет Камских полян. Эти в руководство следует. С каждым годом нам участки все урезают. Изначально давали по 12 соток, потом выдали по 8 соток, сейчас обещают не больше 6. Это вот куда годится. Семьи с детьми где строятся? Получается поставить только баню и все. А жить-то где? Чтобы хоть как-то ускорить процесс получения участков, комполянцы написали коллективное письмо в администрацию муниципального образования. Глава поселка городского типа пообещал взять этот вопрос на контроль и заверил, что землю получат все, кому она положена. Причем случиться все должно уже в ближайшее время. 23 и 25 июня в здании администрации состоится процедура выбора земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. После выхода в эфир нашего сюжета эта информация появилась и на официальном сайте НМР. Там же опубликован перечень документов, которые комполянцы должны иметь при себе при выборе земельных участков. Мы же будем следить за развитием событий. Приятной новостью для всех любителей провести время комфортно, вкусно и красиво. На этой неделе стало открытие летних террас кафе. А вот о том, в каком режиме теперь работают заведения и какие меры предпринимаются для безопасного приема посетителей общепита, узнаем из нашего следующего сюжета. На улице без масок и романтические вечера на летних верандах кафе. Друзья, кажется, мы возвращаемся к привычной жизни. Случилось, свершилось. 11 июня ресторанам, кафе и прочим заведениям общепита разрешили открыть летние веранды. Правда, пока далеко не в полную силу. Работу осложняют утвержденные Роспотребнадзором правила обслуживания гостей. Теперь между столиками нужно соблюдать дистанцию в полтора метра и сажать за них не более двух гостей. Исключение составляют семьи, где есть дети до 14 лет. Вдобавок ко всему обязательно подключение объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Но в любом случае открытие веранд – хороший знак. Гости ждали. Гости ждали, когда мы откроемся. Гости были довольны, что мы открылись, что не пострадала кухня, сервис. Все великолепно на том же уровне, в котором мы закрывались в марте месяце. Всего в городе 16 летних кафе, 12 из них уже принимают посетителей. Еще 4 находятся в стадии ожидания основного открытия. Связано это с тем, что даже при минимальном потоке людей рестораторам необходимо будет закрывать коммунальные и арендные платежи. Те летние кафе, которые посчитали возможным открыться, они открылись. И, как мы видим, есть спрос. Люди соскучились уже по заведениям. Выпить чашку кофе, пообедать, поужинать и так далее. И поэтому мы надеемся, что в ближайшее время откроются наши остальные заведения. Конкретной даты нет, но есть надежда, что уже этим летом заведения города заработают на все 100. А пока у людей есть возможность насладиться сервисом на летних террасах, при этом не забывая о правилах посещения. Теперь прийти в заведение можно в маске и перчатках, а вот во время трапезы разрешается их снять. Но если вам необходимо отлучиться в санитарную зону, придется вновь надеть антиковидную защиту. Что же касается летних веран, там регулярно обязаны проводить дезинфекцию помещений и установить антисептики для клиентов. Определенные правила действуют и для сотрудников общепита. Сейчас у нас заведены журналы, измерение температуры сотрудников. Мы меряем на сегодняшний день, то есть еженедельно мы отчитываемся в Роспотребнадзоре о соблюдении всех требований, потому что были установлены руководителем Роспотребнадзора Республики определенные правила, их нужно просто соблюдать и предоставить на все необходимые журналы Роспотребнадзора. За исполнением всех требований следить будут внимательно. Самая строгая мера наказания – это приостановление деятельности и крупные штрафы. Рестораторы понимают это как никто другой, поэтому подходят к работе ответственно. Возможность вновь начать работу для них как глоток свежего воздуха после затяжного погружения в коронавирусную волну. Юлия Бурмистрова, Власимаген, НМедиа. Сегодня, 19 июня, отмечается Всемирный день детского футбола. Праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций для привлечения молодежи к спорту. Основой для его учреждения стало подписанное в 2001 году соглашение между Детским фондом ООН и Международной федерацией футбола FIFA в рамках движения «Голосуйте за детей». О том, что делается для развития детского футбола в Нижнекамске, узнавала Юлия Бурмистрова. Высоких спортивных достижений не бывает без малых побед. А такой сверхпопулярный вид спорта, как футбол, с его богатой историей, с миллионами поклонников по всему миру, становится для ребят мощным стимулом встать на путь спортивных достижений, здоровья, активной и интересной жизни. А еще наверняка каждый мальчишка, яро увлеченный этой игрой, мечтает повторить путь знаменитых футболистов. Ребят, привет! Здравствуйте! Наблюдаю за вами, расскажите, пожалуйста, как давно увлекаетесь этим видом спорта и почему вам нравится футбол? Увлекаемся с самого детства. Нравится, потому что очень интересно, увлекательно и есть возможность встретиться с друзьями, поиграть с ними вместе в футбол. А есть какие-то любимые, знаменитые футболисты? Роналдо. Так, а у тебя? Мыс. Есть ли у меня сейчас возможность тоже попробовать с вами поиграть в футбол? Да. Отлично. Как видите, футболисты из меня, мягко говоря, так себе. Но настроение от этого меньше не стало, яркие эмоции и наслаждение от процесса. Вот за что точно можно полюбить эту игру. А вообще футбол игра зрелищная, командная, учит дружбе и взаимовыручке, развивает силу воли и выдержки. В нашем городе существуют специализированные детские футбольные школы, где каждый мальчишка может под чутким руководством тренерского состава оттачивать свои навыки и, безусловно, расти в профессиональном плане. Нашу школу в городе уже все знают. Ее знают также и в Республике, и в Российской Федерации. Занимается около 600 мальчишек здесь. 12-14 тренеров у нас. Все тренера имеют высшие первые категории тренерские. Закончили в основном все школы тренеров, имеют высшее образование. Сейчас тренировочный процесс не ведется, но мы ждем. Я думаю, что с 1 июля все равно начнем. Как вот лагеря детские пустят, я думаю, что нам тоже разрешат. В Татарстане без лишнего пафоса спорт имеет большое значение. Поэтому с целью реализации республиканской программы по строительству спортивных объектов в рамках празднования столетия ТССР в 2020 году в соответствии с поручением президента Республики Татарстан Рустама Миниханова в нашем городе было начато строительство крытого футбольного манежа. Благодаря нашему руководству города, химкабинату и, конечно же, президенту Рустама Миргалевича, этот манеж будет сдан где-то к августу месяцу. Рассчитан на круглогодичные занятия. Владимир Алексеевич любезно провел экскурсию нашей съемочной группе по строящемуся объекту. Работа здесь кипит, манеж растет буквально на глазах. Сейчас ведутся отделочные работы, также за дело взяли специалисты технического обеспечения. До сдачи готового крытого манежа осталось буквально два месяца. Церемонию открытия планируют приурочить ко Дню Республики. А значит, совсем скоро юные спортсмены смогут в самых комфортных условиях воплотить свою заветную мечту – стать профессиональными футболистами с большой буквы. Юлия Брумистрова, Марина Чернышкова, НМедиа. На этом у меня все. Я напоминаю наши материалы и просто свежие новости вы можете найти на сайте медианкнх.ру и в группе ВКонтакте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересная информация, которую бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-300. Программу вела Евгения Смоленкова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok На котором, как правило, в один день голосует около 700 человек При голосовании с 25 июня по 1 июля каждый из них сможет проголосовать в один из семи дней Избирательная комиссия заранее оповестит каждого о рекомендованной дате и времени голосования В этом случае за один день на участке проголосует около 100 человек А поскольку голосование ежедневно проводится на протяжении 12 часов В один час проголосует от 8 до 12 человек А это, в свою очередь, означает, что вместе с вами на участке точно не будет много людей Голосовать легко и безопасно Как найти свой участок для голосования? Узнать, где находится ваш участок для голосования, вы можете на официальном сайте Центра избиркома в разделе «Цифровые сервисы» Или в личном кабинете на портале «Госуслуг» в разделе «Мои выборы» А также позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8 800 200 20 Голосовать легко Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok